Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Как всегда, мы говорим о самых важных событиях, которые имели место на этой неделе. Сейчас у нас случился такой небольшой форс-мажор. Депутат Сейма, который работает в комиссии парламента по образованию и науке, должен был быть у нас сегодня в студии. Это Андрис Морозов, но он по независимым, видимо, причинам все-таки задержался. Он участвовал во встрече министра Карлеса Шадрускиса с руководителями самоуправления в Латгале, где как раз обсуждалась вот эта вот реформа образования, о которой мы сейчас будем говорить. И поскольку все-таки, видимо, дороги у нас соответствующие, пробки, не успевает Андрис у нас в эфир, поэтому мы сейчас с ним уже связались. Он на прямой связи. Добрый день. Добрый вечер. Да, добрый день. Может быть, несколько слов об этой встрече с министром, которая у вас состоялась. Я, конечно, надеюсь, что вы на следующей неделе доберетесь до нашего эфира тоже, но вот пока вот в такой обстановке по телефону. Да, к сожалению, не успеваю, потому что не хочется нарушать правила дорожного движения, даже исправить свою жизнь. Погода тоже не приветствует нарушениям, поэтому езду спокойно. Встреча была в Малте, в Малтинской средней образовательной школе. Вот, и, наверное, не случайно, потому что в свое время при помощи министра образования эту школу обустроили, отстроили, и, если не изменяет, то я помню, это было 6 миллионов евро было выделено на строительство, дополнительная школа. Школа, конечно, красивая, дополнительно сделан красивый спортивный зал, обустроена, очень хорошая, и там обучаются как по латурскому такому билингвальному образованию. То есть здесь как раз совместная школа, да, параллельные классы по существу, да? Если я прав, то да, потому что, ну, я слышал детей, которые разговаривают на русском, на русском языке, и, ну, не могу бы 100% сейчас говорить, чтобы не наврать. Да, не хотелось бы. Вот, ну, встреча была. Было приятно видеть мэра Резикна Александра... Барташевича. И Барташевича, да. Мэра города Балве. Также был депутат от Дагубовской думы Андрей Элстонич. Ну, это были представители всех самоуправлений. Караславы тоже был мэр. Ну, вся Лагаля была представлена. И это была вторая встреча министра образования в связи с изменениями, которые нам предстоят, и организация школы. Могу вкратце рассказать, что было. Ну, они рассказали о своих планах. О планах, о реорганизации школы. Понятно, что Лагаля – это совсем другой регион, не как Пурзомы, например, и Витомы. Все-таки там людей меньше, и русскоговорящих, например, или людей, которые... Как-то, мазоком-талкибус, да. Представители нас меньше, да. Нас меньше, да. Да, намного больше, чем в другом, например, регионе. И это отдельный регион, с которым надо, как-то по-другому, может быть, и объяснять, и реорганизацию устраивать. Обсуждался этот момент, что это приграничная все-таки зона, где людей может быть меньше. Но, как мы знаем, реорганизация, например, средняя школа, минимум обучающих в одном классе должно будет быть 24 человека и два класса в потоке. То есть, получается, 10-11 класс, это 60-72 ученика, и умножаем на 2. Средняя школа такого масштаба для Латгалии, приграничной зоне, это будет максимум, наверное, только в Резетон и долгой получает. Ну, может быть, еще в городе Балай, если там со всего региона набрать, например, детей. А остальные школы, которые сейчас средние, они просто закроются. Вот, поэтому министр рассказал о том, что он одумает, например, другие возможности в приграничной зоне оставлять другое количество в обучаемых классах, например. Ну, посмотрим. И также сказал о том, что каждое самоуправление может свои проблемы оговаривать, например, с министерством в отдельности. Что для меня это было новое, потому что я, работая, например, в комиссии об образовании в СЕМИ, этого не слышал раньше, потому что они приходят уже с конкретными предложениями, за которые голосует коалиция, например. И дальше это идет уже законопроект. Вот. Ну, есть какие-то новшества, о которых они говорили, например. Но на мои вопросы, откуда будут, например, деньги для реорганизации, будут ли повышены зарплаты учителям, например, обещанные до 2023 года, обещали они, что это будет полторы тысячи евро на руки. И на другие свои вопросы я не получил, потому что он отказался на мои вопросы отвечать. А он отказался почему? Потому что вы представитель конкретной партии? Или в чем проблема? Я был последний, который задавал вопросы министру. Определенно мало было времени. Наверное, я уже ему не раз эти вопросы задавал, поэтому не могу ответить на ваш вопрос, почему он на мои вопросы не ответил. Надеюсь, не потому что я представитель партии Согласия, а потому что на вопрос Андрея Элсовича или Александра Барташевича все-таки он ответил. Когда скользя, но отвечал. Нет ли такого ощущения, что господин Шадурский все уже решил, для него все ясно, и он чувствует поддержку правящей коалиции, и все пойдет в одни ворота? Как он считает, что реформа будет принята, и все? Это был один из моих вопросов, и он постоянно, я ему задаю этот вопрос, не является ли реформа образования предвыборной акцией господина Шадурскиса. Потому что мы видим, что реорганизация билингвального образования, она идет поспешно, и она полностью не подготовлена. Она не только сырая, но она полностью не подготовлена. И если они сейчас говорят, например, о стопроцентном государственном языке в средних школах, то мы уже видим, например, анализируя ту реформу, которую они сейчас предлагают, что реформа образования билингвального образования, она уже идет с 7 по 9 класс, и это не средняя школа. Конечно. Там уже получается 80% латышского государственного языка, и 20% нас меньшинств. Я так понимаю, а как это будет происходить в Далгупилсе? В Далгупилсе, например, и там. А в Далгупилсе это та же самая система. Но, знаете, если мы посмотрим, так же говорили с Андреем Мелсенчем, насчет того, что все-таки Далгупилс, например, несмотря на то, что билингвальное образование у них есть, и образование на государственном языке, понятно, но результаты билингвальных школах, они лучше практически по всей Латвии, чем даже в государственных школах. Поэтому, ну, понимаете, эта проблема, она создана, как всегда, искусственно. Если мы смотрим, например, на тех же самых молодых людей, которые учатся в EDT в школе, например, 95% из них свободно разговаривают на латвирском, на государственном языке. И они так же само общаются. Но сегодня также мы говорили, что реорганизация, она должна быть не со средней школы начинаться, а с детсадика, если она должна идти правильно. Правильно? Потому что мы не можем говорить о том, что вот человек, который заканчивает, например, в 9 класс, переходит в среднюю школу, с билингвального образования, полностью сажен на государственное стопоцентное язык, он не будет готов. У нас также будет очень много не понимать, и дальше ему надо будет еще учиться и в высших образованиях. Но если посмотрим, те же дети, которые идут на... Сейчас, например, высшее образование и заканчивая билингвальное образование, они свободно обучаются в высших учреждениях и получают диплом. Значит, проблема, она сейчас просто сделана искусственно для того, чтобы повысить свои рейтинги. И рейтинги повысить просто в радикальных национальных стороне, например, в латышскоязычной, да, и, может быть, актуализировать этот вопрос так же само в радикальной русской среде. Вот это мое мнение такое. Любые реформы образования, они подготавливаются не за два месяца, не за три, а работа идет тщательно, годами, потому что, даже если сейчас посмотрим, система не готова к этому. У нас нет ни учителей, которые могут обучать, например, наших детей. И самое, что актуально, нехватка учителей латышского языка. Ну, я так понимаю, что вообще никакого запроса со стороны заказчиков образования, то есть школьников, родителей, учителей, директоров школы, их не было? С ними никто не разговаривает со стороны, например, министерства образования. То есть их как будто нет? НВО, например, да, и те же самые педагогические факультеты, и родители, они говорят на комиссии, вот в четверг, в автонике, извиняюсь, у нас была комиссия образования. В среду, да. В среду, да. В среду, да. В среду комиссия образования, где обсуждался вопрос билингвального обучения. И НВО, и родители говорят, а почему с нами не разговаривали? Почему с нами никто не общается? Например, что мы думаем? Как мы думаем? Со специалистами также сами никто не общается. То есть пост продвигает реформу и все. Ему просто виднее. Да, и все, и больше они уже голосуют просто из-за того, что это политическая реформа. Можно ли сказать... Можно ли сказать, что вы фактически, ну, я имею в виду фракции Согласия, которые вы представляете, что вы фактически в этом Сейме, ну, единственные остались, которые вот сопротивляются этой реформе? В парламенте, я имею в виду. Да. Потому что даже у других партий, которые представлены, например, в... Оппозиции. ...комиссии образования, да. Коалиционные, например, и оппозиционные также. Когда с ними разговариваешь, они говорят, да, мы так же сам понимаем, что вот система реорганизации пилингвального образования, она не готова. Но по-другому голосовать мы не можем. Из-за политических соображений, да? Да, из-за политических соображений полностью. Вот у нас вчера был там эфир с депутатом от Согласия Рижской думы. Ну, и многие в своих звонках радиослушатели упрекали его, что вот Согласие недостаточно активно сопротивляется реформе. Вот что вы можете сказать? Я могу сказать, что, так как мы живем в Латвии, и большая часть, например, жизни, которая проходит в той же самой политической сфере, она показывается на латарских каналах, то нас просто туда не пускают. И, например, если мы говорим о том же закупке УИК, да, которая идет с электричеством, три месяца подряд Ива Заренщик, каждый четверг, подает запросы Министерства экономики. Письма Министерства экономики от депутатов Согласия. Ни один раз я не видел, чтобы в телевидении это показывалось. Ни разу, да, я тоже не видел. Поэтому, ну, боремся мы, но, извините, из ста депутатов на данный момент мы не большинство. И они могут нас пока перебивать. Также, например, вопрос по офшорам, которые могут участвовать в закупках государственных. Коалиционная сила над блоком подала этот закон. Но их же не поддержала и Зеленая, и Вену Тиба. Это коалиция, которая не поддерживает за свои законопроекты. Но этот проект поддержал Согласия. Только потому, что нельзя участвовать, например, по нашему мнению, компаниям, которые не платят здесь налоги или не находятся здесь владельцы, получать большие госзаказы. А мне стало просто немножко копнуть, и я нашел, и далеко искать не надо было. Но, кстати, мою статью, которая описывает, почему, например, и по какому поводу президент Латвии обратно отправляет нам этот законопроект на рассмотрение, на второе чтение, никакие латышские СМИ не опубликовали. Возвращаясь к этой реформе языковой, которая, естественно, наших радиослушателей, очень волнует. Здесь, наверное, надо сказать, что даже если она будет принята в этом парламенте, судя по всему, так оно и произойдет, еще не вечер, поскольку, я так понимаю, что перевод всех старших классов планируется только через три года, придет новый СИИМ, и там есть возможность при определенном раскладе каким-то образом затормозить эту историю, да? Да, реформа будет с 21-го года, опять же, первые, получается, изменения предполагаются с 19-го года, поэтому, ну, так как мы видим, что выборы в этом году в октябре, можно сделать, опять же, поправки и изменить обратно, например. Но, понимаете, это тоже нелогично с планом того, что мы, как политики, опять же, да, поступаем неправильно в плане учителей и учеников. Они же от этого страдают. Это неопределенность, например, будущего, она ничего хорошего это не приводит. И когда мы говорим о министерстве образования, о тех пунктах, которых надо было начинать, а начинать надо с приведения системы в порядок. Это качество обучения, например, да, а качество обучения, это зависит от высшего образования, которое, опять же, находится под министерством образования, например, а не под самоуправлениями. Да, это качество программы обучения, которое, опять же, находится под министерством образования. Это педагогический материал, который был бы понятен даже педагогу. Потому что вот даже вопрос, например, синоним слову «пажу» было. Тут муссируется этот вопрос, например, это вопрос третьего класса. Но даже учителя латарского языка не могут ответить на этот вопрос. Да. Понимаете, очень много таких черных дыр, над которыми они не работают, а вот точечные идут вперед, просто надламливая систему образования. На вопрос, почему они так делают, а у них ответа нет. Да, еще может быть такой короткий вопрос. На прошлой неделе в конце исполнилось два года правительству Кучински. Сам премьер выступал и много говорил о своих достижениях. Нахвалил весь кабинет министров. Сказал, что он бы не прочь еще порулить правительством. И с той же командой, в том же составе министров. Вот как вы оцениваете его работу? Негативно. То есть вам не кажется, что так все радует? Да, по системной баловой системе, например, как это сейчас проходит в школах, на троечку. На троечку почему? Потому что, если мы посмотрим, например, на тот же самый закупку по электричеству. Система, она уже готовилась годами. Но не до счета вот эта система все время показывалась. Ну вот мы сейчас видим, да, счета взлетели для фермеров. И сейчас, когда счета пришли, даже если ты не пользуешься электричеством, тебе надо заплатить 35 евро. И вообще там, я так понимаю, рост счетов на 40-60 процентов. Это же ужас какой-то. Да. А если мы посмотрим на производство, наше производство вообще не конкурентоспособное по такому цене электричества становится. Недавно вот разговаривал, просто как пример. Недавно разговаривал с компанией, в которой пилорамы здесь работают 100 человек. Какая же идентичная пилорама у них в Эстонии. Разница только по счетам электричества 12 тысяч евро в месяц. В Латвии дороже. Это еще при старом тарифе. А при новом тарифе это порядка 18 тысяч евро разница. Да. Это не очень большая, например, производство. Это любая сфера, которую мы берем. Так же самое они говорят о том, что платы за электричество, они выровнятся как к концу года. Но если мы посмотрим, кто вопрос поднял. Подняли земледельцы, которые работают с зерном и с землей. Урожай, больше всего зерна, когда они сушат, это с августа по концу декабря месяца. Так как оно выровнится, если оно сейчас уже выросло в разы. Понимаете, вот это вот системное врание, например, со стороны кабинета министров, наша коалиция, она уже перегибает, переходит любые границы просто. Поэтому, не знаю, как можно оценить их на позитивную оценку, но рука не поднимается просто. Да, может быть, такой последний вопрос, который я хотел вам задать, вот все-таки возвращаясь опять к этой реформе. Мы знаем, что так вот совпало, что все ими в среду рассматривалась не только реформа Шадускиса, но и инициатива граждан Латвии, которая, как вы знаете, более 10 тысяч человек подписалась под сохранение вот этой билингвальной системы нынешней. Я так понимаю, что большинство депутатов даже отказались эту народную инициативу рассматривать, даже просто обсудить. Ну, это та же самая система, о которой мы сейчас разговариваем. Коалиция решила, и все. Даже если у них человеческое другое мнение, они это мнение не будут излагать просто и будут голосовать так, как вам скажет фракция. Это все политические вопросы и предвыборное время. По большому счету, тут она ничего не изменит. Но самое обидное то, что из 15 тысяч человек, которые подписали, хорошо, это 3 тысячи, а они не откинули, это не граждане, которые подписали. Да, но все равно больше 10 тысяч. Ну, 12 тысяч человек, которые не берут во внимание, это большое количество. И об этом надо задуматься. Да, ну, может быть, еще вдогонку вы говорили вот этой системе ОИК. Как известно, оппозиция всеми начала сбор подписей за возможную отставку министра экономики Аши Раденса, если он ничего до 1 марта не решит вот с этими бешеными счетами за зеленую энергию. Как вы думаете, ваш прогноз дойдет дело до обсуждения, по крайней мере, этого вопроса? Оно дойдет, конечно. Мы будем со своей стороны этот вопрос обсуждать и поднимать. Так как вопрос подписей, мы подписи собрали, это рассмотрение будет с 2 марта. До 1 марта у министра есть возможность что-то исправить, но, как говорят сами специалисты, они сейчас уже ничего не смогут исправить. И в кратчайшие сроки система оплаты, она не изменится. Поэтому посмотрим, какое будет голосование, как поведут себя коалиции и какое будет у них решение. Да, ну что ж, мы будем смотреть. Думаю, что будем вас и в ближайшее время приглашать все-таки уже очно в эфир. Напомню, у нас на прямой связи был Андрей Морозов, депутат СИМ от фактов согласия, который как раз работает в комиссии парламента по образованию. И он участвовал сегодня, напомню, во встрече представителей самоправлений Латгалии с министром образования Карлисом Шадрускисом. Большое спасибо. Сейчас у нас новости и реклама. Вот выйдем в эфир после 17-ти уже с нашим гостем в студии.